Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Перевозит то, что я не могу понять, чем заниматься в своей жизни. Мне 23, не хотелось бы с ее жизнью работать на год работе за 20 тысяч в месяц. Лишь ради денег, как происходит в данный момент. Я бы ушла с нее, и прежде чем уходить, нужно иметь хотя бы четкое представление, ну или примерное представление, куда дальше двигаться. Вот тут и возникают проблемы, в какой сфере я хочу развиваться и иметь собственный доход. Единственное представление, что я представил в голове, это то, что нужно работать над собой в себя. Мне нравится много движения, движение вокруг себя, постоянное общение с людьми. А дальше конкретики нет. Конечно, я пробовал себя в каких-то направлениях, но со временем заметила одну такую вещь. Первое время энтузиазм, потом нет, неинтересно, хочу заниматься другим. Да и в голове я также перебираю идеи, типа хочу быть актрисой, это так интересно. Хотя я люблю, когда меня слушают его внимание. Да, нет, нужно заняться бизнесом, такая независимость постоянно занята, как я люблю. Я запутывал в своем камке мыслей. До этого я пытался начать что-то в бизнесе, но он незаметно для себя, интерес меня угас, и все. Теперь мне нужно что-то другое, чем могу начать свое развитие и не ходить на работу. Ведь я так не люблю одно и то же. Мне больше нравится, когда все зависит от моих сил, доход, например. Это я четко осознаю, а вот куда двигаться нет. Порой я не слышу себя, не понимаю себя, своих хотелок, которые нужно исправляться. И на сегодняшний день, в свои выходные, я тупо лежу, листаю в соцсети и все. Но сегодня я постарался написать об этой проблеме, чтобы начать что-нибудь уже делать. Такое ленивое состояние у меня не всегда, обычно стараюсь прокачивать свою личность, медитацию, новую информацию, элементарный сбор. Но несколько месяцев назад я перестала задумываться, посмотрим и просто в славопатию. Из-за того этого не знаю, чего я хочу, у меня бывают нервные срывы, и я плачу. Потом все нормально, и потом заново этот круг сомкнуть. Мне хотелось бы ваших советов, как быть в такой ситуации. Когда ты потерян в жизни, и никогда нет целей и стремлений. В первую очередь мы здесь говорим о высоких требованиях к себе. Первое. О запрете на ошибку второе. О нацеленности на результат третье. И в целом о низком эмоциональном интеллекте. Это четверто. Мы говорим не о том, что вы хотите чего-то достичь, потому что вам это нравится, к сожалению. Мы говорим здесь о том, что вы должны чего-то достичь. То есть мы говорим здесь скорее именно о том, что вы требуете от себя чего-то, а не о том, что вы хотите чего-то. Соответственно, как это обычно бывает, одно другое взаимоисключается. В том смысле, что когда человек требует от себя, он не может расслабиться, не может, так скажем, свободно заниматься тем, что ему нравится, и наоборот. Поэтому вам необходимо заметить эти вещи, замечать эти вещи, и заметить, в первую очередь, то, собственно говоря, а кому же вы должны, да? Второй момент. Это в целом прекрастинация. Да, почему ещё вы должны, потому что у вас апатичное состояние. Апатичное состояние возникает исключительно, когда человек что-то от себя требует и как бы, ну, к чему-то себя пытается принудить. Дальше. Вам необходимо увидеть выгоду, которую вы получаете, вторичную, от своего положения, что вы ничего не хотите. И лично я думаю, что речь здесь идёт о том, что вы таким образом защищаете себя от ошибок. То есть я ничего не буду делать, у меня ко всему пропадает интерес, потому что я понимаю, что я не оправдываю свои ожидания, несоответственно требования. Ошибаюсь, я не идеально. Собственно, вся ваша концепция о том, что вы хотите чего-то, прямо-таки кричит о том, что вы себя обесцениваете в том положении, в каком вы находитесь сейчас. То есть, да, одно дело, что вы не хотите работать на кого-то, а хотите работать на себя. Супер. Но другое дело, что за то, что сейчас вы работаете на кого-то, вы себя, именно что бичуете, вот, ну, по моим, по крайней мере, ощущениям, именно себя ругаются, что вот я, там, такая плохая, что работаю на кого-то. Поэтому необходимо увидеть вторичную выгоду от вашего состояния текущего. И последний аспект, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что вы стараетесь прокачивать свою личность, я не очень понимаю зачем. И что случилось несколько месяцев назад, когда вы перестали об этом, об этом, перестали это делать, что случилось. Обратите внимание, у вас случаются нервные срывы, у вас случаются истерики, если я правильно прочитал. Да, из-за того, что я не знаю, чего хочу, у меня бывают нервные срывы. То есть вы требуете от себя чего-то хотеть. Это, как правило, детско-родительские отношения. Точнее, в данном случае, отношения с вашими родителями у вас в голове, потому что, как я понял, от родителей вы живете отдельно. Похоже, физическая сепарация произошла, а вот психологическая нет. С этим также нужно работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Да, когда все те проблемы, о которых я упомянул, будут разрешены, вам будет легче увидеть, чего же вы хотите. Желаю вам всего самого доброго.